Джуда Бен Гур был иудеем с титулом принца. Его семья проживала в Иерусалиме, пользуясь всеми доступными привилегиями знатных кровей. У Джуды был сводный брат Миссала, который был римлянином. Все свое свободное время братья соревновались друг с другом верхом на скакунах. Однажды во время таких соревнований принц Иудеев упал с коня. Его сводному брату Миссале пришлось нести домой на своих плечах. На следующий день Джуда очнулся и поблагодарил Миссалу за веселое время препровождения. Не глядя на сытую и беззаботную жизнь, сын Рима Миссала хотел добиться чего-то в жизни своими силами. Потому не послушав убеждения брата, ушел служить в один из римских легионов, где-то в далеких землях Германии. Через три года Миссала вернулся с рассказами о своих битвах на всевозможных землях, куда Рим стремился принести свою цивилизацию. Однажды в Персии Миссала встретил человека, который изменил его жизнь. Этого человека звали Понтий Пилат. Миссала попросил брата выдать ему имена зелотов, что устроили нападение на кладбище. Зелотами называли иудейских повстанцев, что упорно оказывали сопротивление римлянам. Вскоре в Иерусалим должен был прибыть префект Понтий Пилат. Миссала хотел, чтобы прибытие начальника прошло без задоринки. Чтобы устроить все как полагается, Миссала хотел заручиться помощью брата. Принц должен был указать имена врагов, чтобы Рим мог быстро расправиться с ними. Джуда отказался идти против своего народа и выдавать имена. Он пообещал лишь поговорить со старейшинами и убедить их предотвратить беспорядки в городе во время прибытия Понтий Пилата. Когда Понтий Пилат ехал по городу, с крыши дома Гуров кто-то выпустил стрелу в префекта, чудом не убив его. Римляне зашли в дом и схватили всех, кто в нем находился. Все было серьезно, мать и сестру Джуды собирались распять, а самого принца отправили на галеры в качестве раба. Его не убили в тот же день за сокрытие Зелота у себя в доме, потому что римлянам понравилась идея отправить умирать на галеры человека из знати, который никогда не брался за тяжелую работу. Это было как минимум забавно. По истечению пяти лет на удивление Джуда Бенгур был все еще жив. Его корабль принял участие в битве против флота Греции в Ионическом море. Во время баталии в правый борт корабля Бенгура врезалось вражеское судно. Джуде чудом удалось выжить. Много дней спустя на обломках мачты его прибило к берегу. Ему удалось выбраться на сушу, но совершенно растеряв силы, Джуда сразу же потерял сознание. Когда он начнулся, то понял, что поменял одни кандалы на другие. Его подобрали проходящие мимо путники. Они собирались сдать беглого раба римлянам, чтобы избежать угрозы наказания за сокрытие беглеца. Чтобы уговорить путников не выдавать его, Джуда сказал, что может помочь вылечить лошадь, которая явно чем-то болела. Принц уверял африканца Иберима, который был главный среди путников, что разбирается в лошадях. Джуда понял, что они принимают участие в скачках на колесницах, а значит он со своими знаниями будет очень полезен в уходе за лошадьми. По прибытию в Иерусалим Джуда сразу отыскал Миссалу, чтобы узнать, где похоронены его мать и сестра, и заодно отомстить предателю. Но Миссала пришел не один. Закончить начатое Джуде помешали легионеры. Такая выходка Иудея разозлила префекта Иерусалима Понтипилата. Чтобы показать, что под его взором ничего не пройдет безнаказанно, он приказал поймать на улице 20 иудеев и раз 5. Иберим напомнил Джуде, в каком мире он находится, в мире римлян, с их законами и правилами. Как бы принц ни старался в одиночку ему не убить всех римлян, это невозможно. Его народ пострадает в разы больше. Но было одно место, где любые законы теряют свою силу. Арена. На арене Джуда мог пристыдить гордость Рима, многократного чемпиона Миссалу Северуса. И таким образом ударить по самому больному месту римлян. Гордыне. Иберим договорился с Понтипилатом о том, что Иудей будет ехать на его колеснице. Африканец поставил огромные деньги на Джуду, таким образом пойдя ва-банк. По договору, если Джуда Бенгур выиграет скачки, то все обвинения с него будут сняты. И никто не сможет вернуть его на галеры. В день гонок на состязания прибыло много наездников с разных концов мира. Сирии, Греции, Аравии, Эфиопии, Египта и непобедимого Рима. Соперники были очень хороши, потому Иберим попросил Джуду не спешить вырываться вперед. Ведь с каждым кругом колесниц будет вставать все меньше. В этих словах была истина. Те колесницы, что выходили из гонки, становились препятствиями для оставшихся в игре. Если бы не подсказки Иберима, то Джуда выбыл бы из гонки еще в начале заезда. В один момент Джуда наехал на обломок колесницы. Это привело к тому, что его выбросило на песок. Он лишь смог удержаться за поводья лошадей, которые продолжали нестись на огромной скорости. Лишь благодаря жажде мести Джуда нашел в себе силы вернуться на колесницу, чем поразил всех на арене. Миссала начал атаковать колесницу Джуды. Столкновение привело к тому, что колеса обеих колесниц оторвало. От крушения обеих колесниц на такой скорости спасло лишь то, что они сцепились между друг другом. Завязалась борьба между наездниками. Миссала бил брата хлыстом. Так вышло, что принц почти выпал из колесницы. Чемпиону нужно было только помочь ему прекратить мучения. Но Джуде удалось увернуться от удара. Балансируя на одном колесе, Джуда достиг финиша. Как только он пересек черту, колесница рухнула на песок и тотчас, как игрушечная, подлетела в воздух, выбросив принца далеко вперед. Несмотря на жесткое падение, Джуда самостоятельно встал на ноги. Его тут же подхватили на руки, опустившиеся с трибун зрителей. Все с восторгом кричали его имя. Миссале повезло меньше. При падении ему отняло ногу и переломало много костей тела. Но все же он остался жив. Джуда победил и казалось, он должен праздновать. Но его мысли были о другом. Несколько дней назад ему удалось отыскать свою сестру и мать. Они остались живы. Но скрываясь в горах, они заболели проказой. Такая жизнь была хуже смерти. Джуде отказался продолжать заниматься скачками. Он покинул Иберема и вернулся в свой заброшенный дом, где когда-то жил беззаботной жизнью. Утром следующего дня принц услышал крики на улице. Когда он вышел разузнать, в чем дело, то увидел, как ведут Иисуса, чтобы казнить. Джуда вспомнил, как его самого вели на галеры, и только Иисус подал ему воды. Он хотел напоить мученика, но Иисус отказался, ответив, что сам хочет принести свою жизнь в жертву. В тот день Иисуса распяли на кресте. После его смерти произошло много чудес. Джуда и Миссала забыли о ненависти друг к другу и наконец помирились. Их мать и сестра чудесным образом исцелились от проказа и вернулись к нормальной жизни. Наконец, столько лет спустя, они снова были вместе и теперь никто и ничто не могли их разлучить. На этом все, друзья. Подписывайтесь и ставьте лайки. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok